здравствуйте дорогие товарищи слушатели сегодня преддверии нового года мы хотим вам предложить тему которую назвали проявление троцкизма с которыми боролся владимир ильич ленин ну и для начала сначала перечислю именно те периоды и те проявления троцкизма по периодам с которыми боролся владимир ильич ленин и так это прежде всего оппортунистическая позиция а может быть все таки изменить я наверно остановлюсь может быть напомнить все таки что же такое троцкизм да потому что раз мы говорим о троцкизме то нужно напомнить имеет смысл вот если заглянуть товарищей в энциклопедический словарь советский энциклопедический словарь то там написано следующее троцкизм это идейно-политическое мелкобуржуазное течение в рабочем движении прикрывающая свою оппортунистическую сущность леворадикальными фразами характерен резкими колебаниями от ультра революционности капитулянству перед буржуазией разновидность меньшевизма в россии и центризма на международной арене то есть что троцкизм это мелкобуржуазное течение в рабочем движении вот суть и ну и соответственно ну может быть кому-то покажется что вроде как это уже понятие могло и устареть что современный троцкизм мог и измениться потому что это еще с тех пор советских времен но вот есть известный марксист современник сопрыкин владимир александрович может быть вы о нем слышали он так характеризует троцкизм это уже вот двадцать первом веке он давал характеристику троцкизм это мелкобуржуазное революционер риска политическое течение отстаивающая идею перманентной революции ее экспорта на международной арене по своей идейной и политической направленности троцкизм это левый оппортунизм выступающий за сверх революционные волюнтаристка авантюристические авантюристические методы борьбы за революционное насилие как единственно направлен как единственно приемлемый способ действия в обществе вот так более можно сказать жестко охарактеризовал троцкизм чем написано даже в словаре вот владимир александрович сопрыкин ну и извините перейдем направлением троцкизма и к проявлениям его с которыми боролся владимир вич ленин это прежде всего конечно в периоды становления и развития российской коммунистической партии рсдрп вначале она называлась естественно и как и что происходило и так прежде всего это период оппортунистической позиции на втором съезде рсдрп и после него это период 903 904 годов заключалась оппортунистическая позиция троцкизма в отрицании необходимости сплоченной пролетарской партии нового типа то есть кто то спор который был между большевиками и меньшевиками на съезде и особенно после него как раз после съезда троцки и поддержал это одно направление одно проявление далее меньшевистская позиция троцкого и троцкистов вперед пролетарской революции 1905 1907 года это как бы следующий этап проявления троцкизма след еще один этап это фракционная деятельность вперед столыпинской реакции и вперед нового революционного подъема то есть 1907 1914 годы и участие в августовском блоке разновидности ликвидаторства далее центристская позиция троцкистов в годы империалистической войны 1914 1917 годы в этом в этот период тоже ленину приходилось бороться далее солидарность каменевым и зиновьевым вперед подготовки октябрьской революции помните что камень и зиновьев были против подготовки октябрьской революции что и готовы вроде пролетариат к этой революции далее предательская позиция вперед брестского мира но об этом очень хорошо много говорилось что он заявил на переговорах ни мира ни войны в результате немцы начали наступление дальше хотя ему было поручено заключить мир далее антипартийная позиция в дискуссии о профсоюзах и и в период нэпа то есть в этот период троцкист выразился в поддержке синдикалистов ну и еще позиция по которой происходила борьба или борьбу морская борьба с троцкистом это отрицание гегемонии пролетариата и революционной роли крестьянства буржуазно-демократической революции в россии то есть троцкистом заявлял что крестьянство не не может играть революционную роль буржуазно-демократической революции вот по таким направлениям по таким проявлениям боролся владимир ильич ленин ну и я бы хотел остановиться на некоторых ну как бы работах владимир ильича ленина его высказываниях о том как проявлялась борьба владимир ильича именно вот в эти периоды ну то есть не все частично кое-что хотел бы с вами рассмотреть вот например как что говорил владимир и ленин а фракционной деятельности троцкистов в период реакции и в период нового революционного подъема то есть 1907-1940 год значит здесь и дальше я буду так называть работу владимир ильича ленина если кто-то хочет потом сам посмотреть действительно ли так и что еще там говорила не мальчили о троцкизме и время ее написания и некоторые выдержки коротенькие как бы выдержки из этих работ вот первое что хотел на этот период период 1907-1940 годов до вас довести выдержку из из резолюции пражской группы рсдрп о положении дел в партии это резолюция была написана владимир или чем ленина 18 июня 1911 года в ней в частности он говорит такое время когда обостряется внутри партийная борьба особенно важно изложение взглядов по существу на коренных вопросы программы тактики и организации люди подобные троцкому с его надутыми фразами о рсдрп и его раболепством перед ликвидаторами не имеющими ничего общего с рсдрп являются ныне болезнью времени они хотят делать карьеру на дешевенько на дешевенькой проповеди соглашения со всеми с кем угодно вплоть до господина потрясова и отзовистов вот так он позиции троцкого оценил в этой работе далее в этом же году в одиннадцатом 14 сентября в статье из лагеря столыпинской рабочей партии слово рабочим взял кавычки владимир лично им говорит троцкий и подобные ему троцкисты и соглашатели вреднее всякого ликвидатора ибо убежденные ликвидаторы прямо излагают свои взгляды и рабочим легко разобрать их ошибочность а господа троцкие обманывают рабочих прикрывают зло делают невозможным разоблачение его и излечения от него но здесь может быть стоит напомнить уже второй раз владимир ленин говорит о ликвидаторах стоит имеет смысл напомнить кто кто же такие ликвидаторы с которыми боролся владимир ленин так вот ликвидаторы это оппортунистическое правое крыло меньшевиков выступала за ликвидацию нелегальной революционной партии из-за создания легальной реформистской партии и и отрекалась от революции то есть ликвидировать легать легально вернее ликвидировать нелегально революционной партии из работать только как бы легальными методами ну и троцкий как раз примыкал к ним ну и еще в этом же году 18 декабря работа владимировича ленина о дипломатии троцкого здесь он говорит троцкий превосходно знает что ликвидаторы в легальных изданиях как раз соединяют лозунг свобода коалиции с лозунгом долой нелегальную партию долой борьбу за республику задача троцкого в том и состоит чтобы прикрывать ликвидаторство бросая песок в глаза рабочим с троцким нельзя спорить по существу ибо у него нет никаких взглядов можно и должно спорить с убежденными ликвидаторами и отзавистыми а с человеком который играет в прикрытие ошибок тех и других не спорят его разоблачают еще одна работа владимировича исторический смысл внутри партийной борьбы в россии и конец 1910 года мне он говорит о троцком троцкий плетется за меньшевиками прикрываясь особенно звонкой фразы троцкий извращает большевизм ибо троцкий никогда не мог усвоить себе сколько-нибудь определенных взглядов на роль пролетариата в русской буржуазной революции теперь четырнадцатом году четырнадцатом году в работе о нарушении единства прикрываемым криками на единстве в мае этого года владимир вич говорит старые участники марксистского движения в россии хорошо знают фигуру троцкого и для них не стоит говорить о ней но молодое рабочее поколение не знает ее и говорить приходится ибо эта типичная фигура которая колеблется между ликвидаторами и партии троцкий был ярым искровцем 901 903 годах и рязанов называл его роль на съезде 903 года ролью ленинской дубинки в конце 903 года троцкий ярый меньшевик то есть от искровцев перебежавший к экономистам 904 905 году он отходит от меньшевиков и занимает колеблющееся положение то сотрудничая с мартыновым с экономистом то провозглашая несуразно левую перманентную революцию 906 907 году он подходит большевикам и заявляет себя солидарным с розой ликсембург в эпоху распада после долгих нефракционных колебаний он опять идет вправо и в августе 1912 года входит в блок с ликвидаторами то есть августовский блок теперь опять отходит от них повторяя однако по сути дела их же идейки ну и еще одну работу из этого периода периода реакции и восстановления нового рационного подъема еще одна работа это о праве нации на самоопределение которое написано в мае 1914 года как известно здесь он говорит никогда еще не по одному серьезному вопросу марксизма троцкий не имел прочных мнений всегда прорезая в щель тех или иных разногласий и перебегая от одной стороны к другой в данный момент он находится в компании бунтовцев и ликвидаторов ну а эти господа спарь с партией не церемонятся вот так он их где за характеризовал позицию вперед уже революционного подъема далее я бы хотел довести до вас еще такую мысль что как относился владимир величей к троцкому и троцкистам в период первой мировой войны то есть 1914 1917 года в этот период троцкий как правило ну и как правило фактически занимал центристскую позицию ну и соответственно с этой позиции владимир величей тоже пытался бороться ну и вот хочу привести выдержку из работы владимир велича о поражении своего правительства в империалистической войне которую он написал в июле 1915 года там он говорит революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству это аксиома и оспаривают ее только сознательные сторонники или беспомощные прислужники социал шовинистов числу вторых принадлежит троцкий желание поражения россии пишет троцкий есть ничем не вызываемое и ничем не оправдываем не оправдываемая уступка политической методологии социал-патриотизма отделуясь фразами троцкий запутался в трех соснах ему кажется что желать поражение россии значит желать победы германии и в этом троцкий видит методологию социал-патриотизма чтобы помочь людям не умеющим думать бернская резолюция пояснила во всех империалистических странах пролетариат должен теперь желать поражение своему правительству троцкий предпочел обойти эту истину и еще в одной работе о троцкизме в этот период период первой мировой войны это работа социализм и война которая была написана в июле-августе 1915 года в ней владимир говорит каутскианство не случайность а социальный продукт противоречий второго интернационала соединение верности марксизму на словах и подчинение оппортунизму на деле в разных странах это основная фальш каутскианство проявляется в разных формах отвергая идею защиты отечества отстаивает единство с партии оппортунистов в россии троцкий также отвергая эту идею равным образом отстаивает единство с оппортунистической и шовинистской группой нашей зари вот что касается периода первой мировой войны борьбы с троцкизмом теперь несколько мыслей владимир ильича о периоде отрицания революционной роли крестьянства в буржуазно-демократической революции здесь я хочу остановиться на работе владимир ильича о двух линиях революции эта работа была написана в ноябре 1915 года здесь он говорит выяснить соотношение классов предстоящей революции главная задача революционной партии эту задачу неправильно решает троцкий повторяющий свою оригинальную в кавычках теорию 1905 года и не желающий подумать о том в силу каких причин жизнь шла целых 10 лет мимо этой прекрасной теории оригинальная теория троцкого берет у большевиков призыв к решительной революционной борьбе пролетариата и к завоеванию им политической власти а у меньшевиков отрицание роли крестьянства крестьянство где расслоилась дифференцировалась его возможная роль все убывало это он приводит мысли троцкого здесь владимир и говорит далее до каких пределов доходит путаница у троцкого видно из его фразы что решительностью пролетариат увлечет и не пролетарские народные массы троцкий не подумал что если пролетариат увлечет непролетарские массы деревни на конфискацию помещичьих земель и свергнет монархию то это и будет завершением национальной буржуазной революции в россии это и будет революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства и добавляет троцкий на деле помогает либеральным рабочим рабочим политикам россии которые под отрицанием роли крестьянства понимают нежелание поднимать крестьян на революцию вот так роли крестьянства в революции говорит Владимир Ильич Ленин ну и еще об одном на одном периоде где он где Владимир Ильич развенчивает троцкизм это я хочу остановиться это период антипартийной позиции в дискуссии о профсоюзах это помните дискуссия очень мощная тогда была в партии это период 1920 1921 годов и здесь я хочу остановиться вот на трех работах Владимир Ильича первое это о профессиональных союзах о текущем моменте и об ошибках троцкого это речь на соединенном заседании делегатов восьмого съезда советов членов в цсс пс и мга московского городского совета профессиональных союзов членов ркпб то есть предстоял съезд и перед этим съездом вот собрал большевиков Владимир Ильич это было 30 декабря 1920 года и вот в этой речи он говорит встречая брошюру товарища троцкого о роли и задачах профсоюзов вчитываясь в нее я удивляюсь какое количество теоретических ошибок и вопиющих неправильностей сконцентрировано в ней вообще гигантская ошибка принципиальная ошибка состоит в том что товарищ троцкий тащит партию и советскую власть назад ставят принципиально в кавычках вопрос теперь мы перешли слава богу от принципов к практической деловой работе товарищ троцкий по моему убеждению впал в ряд ошибок связанных с самой сутью вопроса о диктатуре пролетариата но если это оставить стороне то спрашивается из-за чего же действительно у нас дружная работа не получается которая нам так нужна из-за расхождения по вопросу о методах подхода к массе о владении массой связи с массой в этом вся суть товарищ троцкий тут же делает со своей стороны ошибку у него выходит что защита материальных и духовных интересов рабочего класса не есть роль профсоюза в рабочем государстве это ошибка итог в тезисах троцкого и бухарина есть целый ряд теоретических ошибок ряд принципиальных неверных неверностей политически весь подход к делу есть сплошная бестактность тезисы товарища троцкого политически вредная вещь его политика в сумме есть политика бюрократического дергания профсоюзов и наш партийный съезд я уверен эту политику осудит и отвергнет это вот одна работа декабре 20 в конце декабря теперь вторая работа 19 января 21 года вслед за после того что было на совещании владимир ильич говорит на плену цикаде 9 ноября троцкий вносит черновой набросок тезисов профсоюзы и дальнейшая роль в которых проводится политика перетряхивания это слово перетряхивания именно саму троцкому предлежит из дела отступления и эта политика прикрытая или приукрашенная рассуждениями о тягчайшем кризисе профсоюзов и о новых задачах и методах тезисы троцкого пленума отклонены приняты тезисы ленина резолюция проходят десятью голосами против четырех все содержание брошюры троцкого имеет виду ленин от начала и до конца насквозь пронизано духом перетряхивания новых же задач и методов которые должны были приукрасить или прикрыть или оправдать перетряхивания брошюры брошюре не удалось указать если не считать интеллигентских выкрутасов теоретических неверных отсюда вытекает что все разногласия у троцкого выдуманные никаких новых задач и методов ни у него не у циктранистов нет все деловое и существенное профсоюзами сказано принято и решено вот это другая работа о профсоюзах ну и еще одну еще выдержку из одной работы в этот же в этот период профсоюзной дискуссии хочу вам привести из работы которая названа еще раз о профсоюзах написано было 25 января 21 года здесь говорит владимир в корне не прав в этом споре то есть троцкий со своей политикой перетряхивания ибо политика перетряхивания даже если бы она частично оправдывалась новыми задачами и методами есть политика в данный момент и в данной обстановке совершенно недопустимая как грозящие расколами перед под предлогом выдвигания производственной точки зрения троцкий нам дал первое забвение марксизма выразившиеся в теоретически неверном эклектическом определении отношения политики к экономике второе защиту или прикрытие той политической ошибки которая выражена в политике перетряхивания которая проникает собой насквозь всю брошюру и платформу троцкого и а эта ошибка если ее не осознать и не исправить ведет к падению диктатуры пролетариата политические ошибки которые сделаны товарищем троцким и углублены усугублены товарищем бухариным отвлекают нашу партию от хозяйственных задач от производственной работы заставляет нас к сожалению терять время на исправление этих ошибок на то чтобы спорить с синдикалистским уклоном ведущим к падению диктатуры пролетариата спорить против неправильного подхода правдвижению подхода ведущего к падению советской власти спорить об общих тезисах вместо делового практического хозяйственного спора вот такую выдержку еще из работы еще раз о профсоюзах ну и на этом я бы хотел собственно сегодня и остановиться потому что еще есть целый ряд работ которых в спор с троцким вступает и с троцкистами владимир ильич я хотел остановиться именно на этих на наиболее характерных как бы высказываниях владимир начали на по отношению к троцкизму вот может быть какие-то вопросы возникли пожалуйста давайте обсудим их может что-то нужно прояснить тут я расскажу и комментарии ну давайте корма дискуссия по поводу троцкизма сказал перефразировал поговорку знаменит так болтает как троцкий а собственно на основании таких статус что вы сегодня привели можно же сделать в принципе вполне уверенный вывод о том что троцкий не просто болтал он еще действовал конечно конечно действовал тем же зиновьем и думы каменем когда они слили фактически потому что да будет происходить вооруженное восстание о бездельским миром когда он да то есть он не просто на преступление пошел фактически пошел на преступление могла поручено заключить мир а он этого не сделал то есть он действовал против партии не смотря ни на что как бы таскисты не говорили что бедного троцкого обижали кровавые сталинисты там всех это самое гнобили тем не менее троцкий еще очень долго долго оставался по артистам вели разъяснительные работы пытались как-то это самое решить проблему в итоге кончилось тем что его просто выслали да 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 он продолжал свою мелкобужуазное свое влияние на партию и тут тогда у нас есть второй просит желаете сразу же продолжение ну то что ленин боролся с видителями в партии это понятно а вот вопрос именно докладчику а вот современными троцкистами и проявлениями троцкизма нужно ли бороться нынешних островове в левом движении обязательно нужно обязательно потому что дело в том что троцкизм как и всякие аппаратургистические течения ну и это как бы близкие к марксизму но и буржуазные течения они отвлекают пролетариат от того что что представляет его коренные интересы и как пролетариат должен добиваться того чтобы его коренные интересы были воплощены в жизнь вот это все отвлекает как бы сторону и как бы приводит к ошибочным действиям пролетариата которые приведут к тому что буржуазия будет подавлять все все проявления попыток пролетариата улучшения своего положения вот в чем на мой взгляд заключается необходимость борьбы в том числе и страны троцкизму и с другими проявлениями оппортунизма и также с влиянием буржуазным на рабочий глаз конечно она будет его поддерживать конечно и не только троцкизма любой оппортунизм вот это что было заявлено о том что вроде как лимит на революции исчерпан это тоже власти очень даже понравилось вот и что не надо никаких больших социалистических революций мы в парламенте победим выгоданию в парламенте победим буржуазным хотя все таки не это самое троцкизма у тебя как раз перманентная революция да плюс опять же ну фраза немножко из контекста то вырвала смысле нет перманентная революция это это дело в том что это взгляд троцкого понимания само понятие перманентной революции было введено еще марксом а уже троцкий извратил это понятие как бы свое мелкобуржуазное понимание могу привести как бы если это интересно могу также привести марксистское понимание троцкизского троцкизской перманентной революции могу привести это как и что как марксизм понимает это если это интересно можете на память нет не на память у меня есть что что такое перманентная революция что это за понятие это тоже из энциклопедического словаря перманентная революция это непрерывная революция идею выдвинули карл маркс и фридрих энгельс в 1848 50-м годах они считали что пролетариат может осуществить переход от буржуазно-демократической революции социалистической сделать революцию непрерывной вплоть до завоевания государственной власти понимая непрерывность как последовательную смену этапов революционного процесса владимир лечен развил эти идеи в теорию перерастания демократической революции в социалистическую основа которой идея гегемонии пролетариата марксистская идея непрерывной революции была извращена в 1905 1907 годах парусом и троцким в их теории первонетной революции отрицался буржуазно-демократический характер революции не признавалась революционной роль крестьянства как союзника пролетариата выдвигалась идея непосредственного перехода к социалистической революции минуя буржуазно-демократического естественно от фиатализма извините что отвлекаясь судьба социалистической в каждой стране связывалась по мнению троцкого с внешними факторами с мировой революции отвергалась ленинская теория о возможности победы социализма в одной стране первоначально в одной стране выдвигалась антимарксистская идея искусственного подталкивания революции извне ее экспорта вот как извратил троцкий это понятие первонетной революции вот что могу по этому поводу вам сказать так вот